здравствуйте дорогие пятиклассники я рада новой встрече с вами на прошлом уроке мы говорили о приставках определили какую роль они играют нашей речи как удивительно много разных смыслов они способны предать слову а сегодня мы выясним как не ошибиться в их написании тема урока правописание гласных и согласных в приставках в ходе урока мы ответим на следующие вопросы в чем особенность правописания приставок в русском языке какие приставки требуют от нас особого внимания что такое заветы предков и как к ним следует относиться начнем урок с разминки поиграем в игру собери слово для этого расставьте морфемы в правильном порядке наполнить прорубить поставить увидеть слезть хватить помчаться предлагаю вам посмотреть отрывок из мультфильма вспомните ли вы название этой сказки приехали что же ты емеля теперь со мной сделаем бабки отдам она из тебя жирную уху сварит емелюшка не отдавай меня бабки не варись меня ухи отпустите меня к малым дедушкам щуки-нятушкам а много их у тебя 44 штуки какого-то им сиротинкам без матери будет пожалей меня несчастную ну ладно только смотри другой раз не попадайся ничего не поделаешь придется за место ухи пустых щец похлевать эх емеля не в ухе счастье а за то что ты меня отпустил делаю я для тебя все чего не пожелаешь а ты соврешь недорого возьмешь верь емеля моим словам когда захочешь чего-нибудь скажи только по щучьему веленью по моему хотенью и все исполнится по щучьему веленью по моему хотенью ступайте ведра сами домой а что было дальше в сказке все желания ленивого емели осуществлялись чудесным образом стоило лишь произнести заветные слова по щучьему веленью это выражение по щучьему веленью стало фразеологизмом его используют теперь когда хотят рассказать о чем-то что совершилось само собой как по волшебству без каких-либо особых усилий со стороны человека наверное многие хотя бы раз мечтали заполучить такое волшебное заклинание но в реальности к сожалению лежа на печи ничего не добьешься ставьте собранные нами в начале урока глаголы на месте пропусков в тексте упражнения 241 исходя из смысла предложений Емеля слез с печки схватил ведра и топор и помчался на речку вот и речка Емеля прорубил лед наполнил ведра и поставил их а сам глядит в прорубь увидел Емеля в проруби щуку выделим слова в приставке найдите в тексте однокоренные слова прорубил прорубь сравните произношение и написание приставок в этих словах что в них общее а что различное хочется ваш ответ услышать таким написание одинаковое но произношение разное прорубил слышим а прорубь о потому что гласный ударный то есть в сильной позиции запомните в русском языке большинство приставок кроме приставок при и при и приставок оканчивающихся на ЗС пишется всегда одинаково независимо от произношения в конце приставок может быть беглый гласный рассмотрим наиболее часто используемые приставки приставка О окликнул онеметь до добраться дойти догадка по поверье подворье порезать полагаться про проделки произрастать прабабушка про язык обратите внимание что приставки про и про это разные по значению приставки не путайте их приставка про служит для обозначения дальнего родства прадед правнучка или указывает на что-то древнее изначальное про родина про язык у приставки про значений намного больше простоять долго просмотреть бегло прописать назначить лечение проделка предосудительный поступок или шутливого характера произрастать где-то расти брать начало где-либо на нападение накрыть за заиграть забрать над надо надкусить надписать надорвать под пода подтаять подсказать пододвинуть от ота отдать открыть отобрать об оба обстричь обточить обогнуть в во вшить вцепиться воткнуть пред преда председатель предшественник предрешать пере перелить перекос с сдвинуть сберечь сдружиться все эти приставки так и называются неизменяемыми значит ли это что правописание этих приставок не таит никакой опасности но в словах обтереть обвести подшить подбросить приставки звучат по-разному перед глухими согласными звуки б-д оказываются в слабой позиции и оглушаются согласные в корне мы проверяли подбором слов в которых эти звуки находятся в сильной позиции этим же правилом воспользуемся при написании неизменяемых приставок согласные в этих приставках следует писать всегда так же как в сильной позиции перед гласным или звонким согласным надпись надрез безударные гласные в неизменяемых приставках пишутся так же как в ударном положении дописать досыта обжигать обжиг проверочное слово может быть и неоднокоренным главное чтобы в нем ясно звучала приставка например как вы будете рассуждать при написании слова подсказать вспоминаю приставка под неизменяемая эта же приставка встречается в слове подвязать в нем отчетливо слышим звук д пишу подсказать рассмотрите внимательно слова которые записаны в транскрипции расшифруйте фонетическую запись соблюдая законы орфографии и запишите слова подумайте почему первый звук в словах один и тот же а буквы его обозначающие разные в словах сбрить и сдать первый согласный приставка с находится в слабой позиции со звуком стоящим перед звонким согласным происходит уже известный вам из прошлых уроков процесс озвончения в словах здания здоровье здесь приставки нет первая буква эта часть корня сравним наши размышления с информацией из упражнения 243 прочитаем текст как бы звонко не звучало приставка с перед звонкими согласными следует помнить что это неизменяемая приставка пишется эта приставка всегда одинаково слова здесь здание здоровье не противоречит правила правописания приставки с потому что они относятся к этому правилу в этих словах первая буква является частью корня что мы выяснили наши рассуждения оказались верны но не кажется ли вам что в тексте упражнения допущены неоправданные повторы одних и тех же слов поработаем редакторами и устраним эту речевую ошибку замените или исключите повторяющиеся слова сверим наши варианты как бы звонко не звучало приставка с перед звонкими согласными следует помнить что это неизменяемая приставка пишется она всегда одинаково слова здесь здание здоровье не противоречит правила правописания неизменяемых приставок потому что в них первая буква является частью корня итак следует запомнить что приставка с неизменяемая приставка в русском языке приставки за не существует запомнить это правило вам поможет такая рифмовка запомни за приставки не бывает сбить сбор сберечь пиши с приставкой с но запиши в словах что корень начинает низги здоровье здание и здесь что значит низги низги означает ничего не видно и о происхождении этого выражения и самого слова сга ученые спорят до сих пор одни считают что оно произошло от слова стезя то есть дорога так темно что и дороги не видно другие что сга произошло от сгра искра то есть не видно искры света не видно третье полагают что сга образовалась от стега стегать то есть пруд хлыст то есть не видно даже хлыста в руки четвертые утверждают что сга это мелкая деталь на колокольчике лошади в упряжи мы не можем рассудить кто из них прав но вот что должны знать точно это слово пишется с буквой z потренируемся определите какие буквы z или с следует писать на месте пропусков в словах сгущенное молоко здание кинотеатра сгорбится подтяжестью здешние жители прекрасное здоровье жалился над чукой сгладить неловкость итак чтобы не допускать ошибок требуется быть внимательными и не путать приставки с частью корня как этого избежать есть несколько способов первый подобрать однокоренные слова без приставки поговорим говорим разговор полоса полосатый полоска в словах поговорим говорим разговор корень говор словах полоса полосатый полоска корень полос второй способ отбросить сомнительную часть слова если смысл слова не утратится вовсе а только изменится оттенок значения то перед нами приставка например поговорим если оставшаяся часть слова совсем лишится смысла значит мы отобрали у него часть корня полоса по тренируемся различать слова в которых одинаковые сочетания в начале являются частью корня или приставкой распределите слова два столбика с приставкой и без слова с приставкой поездка сотрудники сотрудники подправить окинуть предчувствовать скатиться добраться насмотреться загороженный без приставки порядок сочинение подвиг оловянный предок калистый домашний надеется зависть выделим в словах неизменяемые приставки запомните чтобы правильно писать слово необходимо точно понимать его смысл в целом а также значение отдельных его морфем продолжим выяснять особенности правописания неизменяемых приставок составьте слова со следующими приставками с приставками в в в бежать внести воткнуть об оба обложить обдумать обозначить ободрать под пода подметать подносить подослать эс со списать сделать состроить сострочить от ото отвести отложить отогреть отомстить об обратите внимание в каких то для удобства произношения в приставке появляется беглый гласный о в рубрике слова дня рассмотрим два слова завет и предок предок существительное мужского рода прародитель праотец прадеды и праматери предшественник семье роде племени по восходящему колену обычно далее деда или прадеда родоначальник слово произошло от старослоянского перед буквально означает те кто был перед нами антоним к слову потомок у этого слова похожая этимология оно образовано от слова потом завет первое значение наставление совет последователям потомкам выполнять заветы отцов второе то что вошло в традицию установилось с давнего времени морской завет один за всех и все за одного третье значение обет обещание как вы понимаете выражение достался от предков завет прочитаем стихотворение Данияра Дзиркембаева нашего соотечественника и современника какому завету старается следовать поэт мне достался от предков завет в этой жизни что прожили на свете умножив свой род помнить где бы я ни был о любимой отчизне и любить свой свободный кыргызский народ самые главные человеческие ценности доброта милосердие любовь честность свобода забота о близких остаются неизменными на протяжении многих веков передаются из поколения в поколение заветы предков мы впитываем с детских лет через сказки пословицы предания и сказания как бы далеко ты не уехал всегда нужно помнить и любить свою родину свой народ беречь близких и всех кто рядом с тобой без этого человек перестанет быть человеком я думаю об этом размышляет Даниэр Диркенбаев найдем в стихотворении слова с неизменяемыми приставками в слове прожили приставка про в слове умножих приставка у в словах достался завет помнить раньше выделялись приставки но со временем они приросли к корню и в современном русском языке не являются приставками запишите домашнее задание выполните упражнение 245 спишите словосочетания ставьте пропущенные буквы вспомните как связано с приставками правописание твердого знака графически объясните правописание твердого и мягкого знаков подведем итоги урока мы ответили на вопросы в чем особенность правописания приставок в русском языке какие приставки требуют от нас особого внимания что такое заветы предков и как к ним надо относиться из века в век в людях ценится доброта делая добро друг другу мы умножаем счастье на земле как сказал писатель Даниил Гранин стоит сделать добро проявить сердечность внимание и обязательно где-то кому-то это отзовется добро не пропадает скорее зло может пропасть я желаю вам всего самого доброго спасибо за внимание до свидания до свидания